...действительно лидеров. Вот разве что сейчас, после выставления оценки Ерофеева, что-то может измениться. Пока же на ковер приглашена Урсула Циглер из Австрии. Урсула Циглер. Урсула Циглер. Урсула Циглер четко держит цен в середине рейтинг листа во всех предметах от скакалки. Это не так плохо, надо признать, потому что на самом деле вот та двадцатка, которую представили в качестве, собственно говоря, пособия по положению дел в гран-при, это совсем даже далеко не полный список. И вот одиннадцатый, там двенадцатый какие-то места Урсула Циглер, это очень здорово, учитывая список, который, собственно говоря, предвосхищает ее имя. Кабаева, Чащина, и Ткаченко, и Ерофеева-Бессонова и так далее. Двадцать восемь четыреста тридцать два оценка Ерофеевой, а мы наблюдаем за обручем Ирины Чащиной. Кабаева, Чащина, и Ткаченко Кабаева, Чащина, и Ткаченко, 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 и Стой. Немножечко не получилось. Фирменное равновесие Ирины Чащиной. Вот, кстати, тот самый пластырь на коленке, который эту самую коленку не покидает, как раз закрывает рану, которая получается после исполнения вот этого равновесия. Да, есть, точнее, часто бывают такие фирменные непроходящие синяки. У той же Евгении Павлины, которая ловила обруч лодыжкой, например, как бы синяк был просто кольцевой, так скажем. Ну и так далее. Это у каждой гимнастки, наверное, есть. Обратила внимание, Наташ, ничего, так скажем, сложного Ирина Чащина не сделала в центре ковра. Все эти безумно сложные и рискованные элементы выполнялись на краю. Вот интересно, оценивают ли судьи этот дополнительный риск? Потому что в случае падения или потери предмета обруч, ну, неизбежно вылетает за пределы ковра в этом случае. Подвергается ли надбавка, ну, скажем, такой, пусть не формальной, но хотя бы внутренней надбавке это? Ты знаешь, я думаю, ни один судья не заметил этого. Дело в том, что судья следит только за рисунком композиции. То есть, как гимнастка перемещается по ковру, а в какой части ковра она делает тот или иной элемент, это уже не так важно. Ну, давайте посмотрим за Альей Юсуповой, которая делает упражнение с мячом. Вот, кстати, вот этот элемент, когда нога оказывается без помощи рук на плече. Тоже в каждом упражнении. А между темой Ирине Чащиной поставили 29,157 тысячных баллов. Это больше, чем у нее же за скакалку, но меньше, чем у Алины Кабаевой за мяч. Ну и после, да, расскажу, кто выступит затем. Это будет Юлиана Найденова, затем Анна Бессонова, Магдалена Марковска, и затем две наши гимнастки. Илья Асяна Утяшева и Алина Кабаева. Извините, Денис. Я хотел всего лишь сказать о серьезном разбросе в оценках. Если раньше при десятибалльной системе все это измерялось, может быть, несколькими десятыми, то сейчас вот варианты оценок варьируются от 29 слишком до 24, скажем. Но это, в общем-то, и есть один из плюсов новых правил судейства, потому что гимнастка, скажем так, среднего уровня и гимнастка экстра-класса, они очень далеко по разнице оценок, тогда как раньше это были какие-то жалкие десятые, сотые или даже тысячные. Илья Алина Кабаева Кстати говоря, булавы по-болгарски будут бухалки. Может быть, конечно, и бухалки, но навряд ли. Это я прочитала в одном болгарском журнале. Наверное, стоит отметить, что с тех пор, как Нэшка Робева перестала тренировать гимнасток сборной, немножечко потеряли в оригинальности композиции. Сейчас работают там совсем молодые тренеры и, наверное, только ищут свой почерк. Ну, а вот Анна Бессонова, по-моему, несмотря на юность, уже нашла. Ну, с такими специалистами, как Альвина Николаевна и Ирина Ивановна Дерюгина, хочешь, не хочешь, сама не найдешь, найдут за тебя. Очень красивый купальник, такой по-настоящему испанский. Связка из двух прыжков и равновесия. Вот этот прыжок, который вы только что видели с поворотом, тоже выполняет только Анна Бессонова. Я не знаю, успели или нет ее тренеры оформить этот элемент как эксклюзивный. Время замечательно. Если бы это все происходило на Украине, конечно, были бы другие аплодисменты. Ну, это по-любому упражнение очень хорошего уровня. Ну, свою долю украинских аплодисментов Анны Бессонова получила в марте. Теперь вот черед российских, которые более громкие в отношении наших. Магдалина Марковская, представляющая Польшу, с неплохим результатом после первого вида. Аж 12-е место. Как бы для польских гимнасток это здорово, учитывая, что лидеры предыдущего олимпийского цикла своей карьеры завершили. Да вообще у Магдалины Марковской очень хороший результат на предыдущих стартах. Я не знаю, какими принципами руководствуются судьи, когда выставляют ей оценки. Но, например, на Европе она была шестая в скакалке. Это очень простой принцип. Очень хорошо. Принцип, которым руководствуются судьи в отношении польских гимнасток, очень прост. Мадам Мария Шишковская является первым вице-президентом технического комитета художественной гимнастики. Как бы... Этим многое сказано. Ну и еще о результатах этой гимнастки. Она была на Европе девятая в обруче, 14-я в мяче и 7-я в булавах. А в Людвигсбурге она даже умудрилась вплотную приблизиться к лидерам и заняла там четвертое место. Кстати говоря, Мария Шишковская присутствует сегодня здесь в Олимпийском. И, по-моему, она не пропускает ни один этап гран-при. Ну, как бы неудивительно. Все-таки она руководит этим видом спорта. А серьезнее, чем этапы гран-при, лишь, собственно, три турнира. Чемпионат Европы, мира и Олимпийские игры. Но мадам Абруцини посещает далеко не все соревнования. Ну, Илья Санутяшева с мячом на ваших экранах. Потрясающую гибкость демонстрирует Илья Сан. Обратите внимание, какие у него красивые аттитюды и арабески. Очень хорошие мышцы спины и вообще... Ай-яй-яй. Жалко. Ну, ладно, давайте радоваться аттитудам и арабескам. С чисто эстетической точки зрения. О высокой оценке речь как бы уже не идет. Держи, догоняй, догоняй. Ну, нельзя так безвольно. И уже вот, да, вот на фоне этих ошибок как бы незамеченным прошел эксклюзивный элемент. Ну, все, уже настроения нет. Уже дальше делать ничего не хочется. Вообще, спорт это тоже, наверное, лотерея. На чемпионате России обруч уронила Ольга Белова и отдала третье место Ляй-Сан. Сейчас вот... И еще и руку за пределы ковра в концовке упражнения выставила Ляй-Сан. Ну, не везет, так не везет. Очень жалко, конечно. Ведь теперь ее обгонит какая-нибудь средненькая гимнастка.